Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в мою студию в Монреале и в пятницу. Спасибо вам за то, что смотрите. Я получаю очень много писем и с интересными вопросами и в частности очень много вопросов про цвета, про палитру, про мою палитру, почему именно так, а не иначе, сколько цветов я обычно использую. Немножко мы уже говорили про это, сегодня я вам хочу рассказать про это чуть-чуть подробнее. А самое главное, несколько вопросов было для меня очень интересных. По каким принципам вообще должна составляться палитра каждым художникам? Ну, если вы опытный акварелист, вы уже знаете эти ответы все или вы уже составили свою палитру, возможно, логически, возможно, интуитивно, но так или иначе, что-то такое вы уже слышали. Поэтому в этот раз мой выпуск адресован скорее тем, кто только начинает работать с акварелью. Спасибо компании Дэниел Смит, которая выпустила для меня два мастер-сета вот таких, с моими цветами. Причем вот этот сделан специально для России. Он продается в красном карандаше и там шесть базовых цветов. Это действительно мои основные цвета. Практически, ну, без них я вообще не могу писать и почти ни одна работа без нее не обходится. А теперь внимание секрет за секретом. Первое, что должно входить в правильную палитру? На самом деле все очень просто. Радуга. Вы просто берете семь основных цветов из радуги. Кстати, в некоторых системах, что интересно, считается, что в радуге шесть цветов, а иногда восемь. Ну, так вот, вы берете какое-то количество базовых цветов, которые присутствуют в радуге, и этого, в принципе, должно хватить для того, чтобы написать все, что вы хотите написать. Но три цвета основополагающие. Это, собственно, те цвета, которые заряжаются в наши струйные принтеры. То есть, правильный желтый, правильный синий, правильный красный. Вопрос, какой синий, какой желтый, какой красный. Вот тут совета нет. Есть понятие основные цвета, primary colors, цвета, которые, ну, как бы позволяют смешать все, что угодно. Ну, во-первых, это неправда, потому что, если вы хотите получить действительно хорошую распечатку на принтере, вам нужен девятицветный профессиональный принтер, а не в три цвета. Но, кроме того, ведь мы говорим про искусство, а это значит, что у каждого есть свой собственный вкус к цветам. Поэтому вы должны, с моей точки зрения, выбрать не просто основные цвета, а ваши основные цвета. Благодаря этому, ваша гамма будет выглядеть узнаваемо и совсем по-другому. То, что нравится вам. Ну, например, кто-то любит уходить в ржавые цвета, такие коричневатые. Кто-то фиолетовые. Кто-то, как замечательный мой друг Иуда Скоррера, не может писать без тюркуаза. И это его фишка. В общем, вы должны ощупать что-то свое, естественно. Но, кроме того, эти все цвета должны хорошо смешиваться между собой. Практически это выглядит так. В моем наборе, который вы можете найти, есть три очень странных основных цвета. Собственно, вот они. И они же в моей походной палитре. Вот это мой желтый. Сложный, богатый, замечательный, красивый цвет. Вот это мой красный. Это Ализерин Квимзон, он же Краплак. В общем-то, цвет известный. С ним все хорошо. Ну и, наконец, синий это Кобальт. Вот они, мои три основных цвета, которые здесь присутствуют. Ну, а теперь, внимание, секрет. На самом деле, я их использую, конечно же. Но гораздо реже, чем совсем другие мои основные цвета. А основные мои цвета, это вот эта сиена, которая называется Квинокридонная сиена. Насыщенный, замечательный, прозрачный, хороший цвет. Вот это мне заменяет красный. Это Pure and Violet. Это вы уже, наверное, тоже слышали. Я его использую во всех моих работах. Ну и, наконец, Индиго. Куда я без него? Обратите внимание, какая интересная штука. Это почти классические основные цвета. Ну, из-за включения, может быть, желтый. И логичнее было бы взять индийскую желтую. А вот это, мои основные цвета. Они немножко отличаются. Поэтому смеси, которые я с ними получаю, они не абсолютно точно повторяют радугу. Они делают немножко другой. Но это как будто бы вы взяли фотографию и пропустили ее через какой-то инстаграм-фильтр. Чего я терпеть не могу. И в результате получили вроде бы ту же картинку. С тем же балансом, но только цвета немножко другие. И это именно ваши цвета. Ну, в данном случае, мои. Вот по этому принципу я обычно и выстраивал свои палитры. Всегда. И с маслом, и с акварелью. Теперь моя палитра более-менее устоялась. То есть, есть цвета, без которых я обхатиться не могу. Например, вот эти вот. Замечательные три приятеля. И какие-то цвета, которые я дополняю. В данном случае, как это не смешно, вот эти основные цвета являются моими дополнителями. То есть, когда мне нужен яркий желтый, я что-то такое хватаю. Или яркий красный. В остальных случаях я предпочитаю мягкий красный цвет. И вместо яркого синего я предпочитаю мягкий индига. Ну, вот этими принципами пользуюсь я. Разумеется, вы должны выбрать свои три любимых цвета. Но идеологически они должны базироваться на том, что называется основные цвета. Постепенно, ну, скажем так, через выпуск, я вам буду рассказать про каждый цвет подробно. Самое главное, вы должны понимать, что, в принципе, все палитры строятся на радуге. Так же, как вся музыка строится на тех же самых семи нотах. Спасибо вам за ваше время. И увидимся в следующую пятницу. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова